МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Творческие коллективы химок подготовили праздничный концерт, вокальные и танцевальные номера. Ростовые куклы порадовали самых маленьких гостей. Организаторы постарались удивить эту требовательную публику и подготовили насыщенную программу. Ребята играли в настольные игры, участвовали в мастер-классах, делали аппликации с цветной бумаги, рисовали и побывали на интерактивных площадках. Скажи, что тебе сегодня больше всего запомнилось в парке? Когда мы катались на аттракционах. А на каких аттракционах ты сегодня каталась? Мы сегодня прыгали на батутах с сестрой, и я каталась на вальсе. Также в парке Толстого работала площадка, где любой ребенок мог сделать бесплатный аквагрим. Одни превратились в принцесс, а другие стали супергероями. Мне нарисовали Бэтмена. Я захотела нарисовать этот рисунок, потому что мне нравится этот мультик. Сотрудники музейного комплекса «Артишок» не остались в стороне от праздника. 1 июня здесь открылась выставка «Подмосковная сторона». 78 авторов представили свои работы, посвященные родным просторам. Художница из Химок Анастасия Удова изобразила железнодорожный мост и Бутаковский залив. Практически все работы написаны в классической технике «Масляная живопись на холсте». И участвует также несколько смежных техник. Это пастели, тут несколько работ, есть гуашь. Художник Александр Курушин приехал из Жуковского. На выставке представил пять своих работ, которые посвящены особенным местам Подмосковья. Как раз возле дома Анны Ахмата я написал этюд. Русская провинция – это же святое дело, это же наше достояние. И то, что мы, художники Подмосковья, в этой русской провинции живем, варимся, ощущаем ее – это большое дело. Выставка еще будет работать до 21 июля. И посетить ее сможет любой желающий. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский, Новости Химки ТВ.